Приветствую вас, геймеры, это канал Alex and Play. Мы продолжаем играть в мод Кайзередукт за Евразийское государство. И в прошлой серии мы выбрали идти по коалиции с Савенковым. И мы сейчас русское правосходство качаем, фокус. Ну, конечно, я думаю, надо было всё-таки пойти к солидаристам. Это было бы всё-таки оправдано и по-гумилёвски. А так мы, получается, неправильно идём. Но большинство высказалось за коалицию с НРПР. И поэтому уже будет как будет. Вот, потому что вот... Сейчас посмотрим, где кто-то написал там. Вот, два часа назад ещё новый кто-то написал. Новые написали, что не за Савенкова, во-первых. Ну, вот это вот нужно тоже за Савенкова. Ну, многие за Савенкова, поэтому уже так. Ну, на самом деле, я бы выбрал солидаристов. И я согласен со всеми, кто в комментариях писал за солидаристов. Но, ладно, чё сделать? Большинство решает. Демократия всё-таки у нас на канале. Поэтому как есть, так и есть. Нео-евразийство. Концептуализированное. Ортодоксальное евразийство кануло на его наследие живёт. В мире, когда человек ничто, а политики борются за то, чтобы лишь добиться власти. Евразийское государство – остров надежды. Надежда на светлое будущее человечества. Зародившееся в уме Трубецкого, теоретизированное его сторонниками евразийское дело, идея была, наконец, реализована в реальности. С помощью нашего народа и законных преемников старой партии молодо-евразийцев. В отличие от наших предшественников, политика молодо-евразийцев, которая теперь официально концептуализирована как нео-евразийство, является переросмыслением евразийства. Евразийством применительно к русскому народу. И основные принципы заключаются в следующем. Каждый гражданин должен служить государству, так как государство служит ему. Сила партии молодо-евразийцев неоспорима, вечна и безупречна. Идеологический дрейф возможен, если курс правительства позволяет. Евразийство – единственное истинное учение, имеющее теоретическую основу в русской истории. Нация – братство евразийства. Навсегда. Всё. Прост базы стабильности плюс 10, и политическая власть изменится на 25%. Нормально. Вот, ну я тут опять же заручаюсь поддержкой солидаристов, но не знаю, это нам уже ничего не даст. Диктат разума. Всё началось, когда в голову пришла идея одного великого лингвиста и философа. Идея превратилась в идеологию, а потом идеология превратилась в идеократию. Целый народ, который движет не ложь Ленина, Сарелия и кого-то ещё, а научное знание, пусть разум управляет умами. Совершенно верно. Наша политика в отношении меньшинства. Ортодоксальные евразийцы считали, что этнические меньшинства, проживающие на обширных территориях евразийского континента, должны рассматриваться как равноправные граждане государства. Политика младоевразийцев почти такая же, однако выделяется тем, что русские являются высшей государствообразующей этнической нацией евразийского государства. В отличие от ортодоксальных евразийцев, Гумилев считает, что указания на евразийскую этничность сверху не окажут никакого положительного влияния. Вместо этого младоевразийцы сходят с политикой НРПР, считают, что все этносы неравны, имеют ограниченные права в сравнении с русским. Это политика господства русской, и это нам будет негативно в основе всеми меньшинствами, и окажут плохое влияние на стабильность и популярность нашего правительства. Тем не менее, по мнению Гумилева, это справедливо. Нет, здесь мы будем... Пусть все останется как есть, риски не нужны. Не-не, мы все-таки не пойдем по пути с Савенковым, мне не нравится. Во-первых, тут стабильность в жопу улетит, зачем это нам надо? Среднее подчинение для интеграции новых регионов им интеграции будет увеличено. Не-не-не-не-не-не. И, во-первых, Савенков популярность свою увеличит, а Гумилев, наоборот, у нее популярность уменьшится. Не-не-не-не. Савенков просто захватит, воспользуется как когда-нибудь ситуацией, захватит власть и установит диктатуру. Не-не-не-не. Поэтому пусть все остается как есть, риски не нужны. Вот, поэтому мы так быстренько перешли к солидаристам. Ну, во-первых, тут их стал чуть популярнее они стали. То есть их влияние 40 составляет, а у Савенкова он 35. Всего составляет. Поэтому, так скажем, все, но солидаристы вместе с Гумилевым, они очень едины. Вот, поэтому Савенкову мы сильно много власти не дадим, естественно. И тем самым мы еще, получается, ну, то есть обманем людей и вообще свою идею, потому что мы какие тогда будем евразийцы, если мы, ну, будем сильно напрягать на национализм. Поэтому тут, конечно, мы должны оправдать себя, оправдать название, во-первых. Поэтому они все-таки будут равны меньшинству. Принципы геополитики. Геополитика – это изучение влияния географии Земли на политику и внутренние отношения. Наша уникальная география, барьер между Европой и Азией, развивает нашу культуру и национальное самосознание. Мы будем использовать наше драгоценное географическое положение, чтобы, наконец, стать великой державой. Будет изменена идея евразийства на фактор военно-вязанаселения плюс 5, поддержка войны плюс 5 процентов, максимум фабрик в районе плюс 10 процентов. И временно оправдание цели войны минус 10 процентов, что довольно-таки неплохой бонус. Ну и вот, как мы говорим, что Гумилев в пароде... Ой, Гумилев. То есть, Трубецкой мы его не арестовали, не посадили, ничего с ним не сделали. Он остался просто, ну, то есть, свободным человеком. Можно делать что-то угодно. Но все равно вот этот принцип геополитики, это же его теория, поэтому, ну, и концепция. Поэтому, конечно же, так скажем, мы используем его концепцию, и он очень полезен нашему евразийскому государству. Ну и Гумилева в том числе. Так, беру частичную мобилизацию и культ разума. Разум привел нас к этому. Народ Евразии, веками живший в лесах, степях, пустынях, тундре и тайге, были неоднородно разделены под влиянием царских швинистов. Затем идеи соцравенства, затем, в конце концов, были искажены либеральным западную ценность. Только теперь, когда к власти пришли младые евразийцы, основоположники рационального евразийства, союза славян, тюрк на основе общей истории, разум восторжествовал. Поднимая знамена звезды Чингисхана, мы едины духовно и физически. Наша история только начинается. Через десятилетие вся Евразия будет под единым флагом, а наши народы сольются в величайшую нацию, евразийцев. Так тому и быть. Опа! А тут Монгольская империя новая, восстает из мертвых. Мертвых. Монгольская империя, которая когда-то была бедствием для мира, вторая империя, которую боялись, которая была самой большой империей мира, восстала из пепла. Возглавляемая маньяком, бароном, романом, фон Унгерном, Штернбергом, и теперь новая Монгольская империя желает вернуть то, что было отнято у нее более пяти веков назад. Китайцы напуганы, а европейцы, не отрывая взор, следят за ситуацией. Чингис Хан гордился бы им. Давайте помолимся богу ветра. Мое имя окружено такой ненавистью и страхом, что никто не хочет судить, что правда, что ложь, что история, что миф. Роман фон Унгерн Штернберг. Вот так вот. Великая Монгольская империя. Чингис Хан второй стал. Ну, как бы, с другой стороны, мы тоже, младоевразийцы тоже говорят, что там наследники Чингис Хана, еще чего-то там с Чингис Ханом связанное. И тут Чингис Хан второй приходит к власти. Забавно получается. И тут Альянс... Ну, в общем, братьев Евразии. Евразийское братство у них, Альянс. А у нас Евразийское государство. И Альянс будет тоже Евразийский блок. Забавно получается. Так, берем экспансионизм. Теория экспансионизма утверждает, что чем дальше границы России находятся в центральных районах, тем безопаснее. Таким образом, каждая граничивость с Россией государства, которая не является ее марионеткой, представляет из себя либо угрозу, либо цель. В зависимости от ее военной и политической мощи. Разумеется, введение данной политики не понравится оставшейся части мира. Но пофигу. Зато стабильность подрастет. Не-не, нам... Ну, будем расширяться. Мне плевать, то, что там думают другие страны. Кирилл Романов умирает. Прощайте, Кирилл Владимирович. Так, в общем, тут происходит выбор на название нашей фракции, нашего альянса. В количестве есть разные предложения, как назвать нашу новую фракцию. Московский пакт не имеет смысла. Во-первых, у нас столица не Москва, а Нижний Новгород. Ну и мы будем называться Евразийским блоком. Потому что это логично. Называется Евразийское государство. Ну и Евразийский блок тоже будет называться так же. Поэтому это, я думаю, логично. Ну и давайте будем обезопасивать Центральную Азию. В отличие от Кавказа, у Германии нет интереса к Центрально-Азиатским провинциям. Мы должны быть в состоянии захватить их без особого сопротивления со стороны великих держав. Пока давайте расширим Московский университет. Россия отстала в научной сфере. Чтобы нагадать остальную меру, нам нужно расширять Московский университет. Ну давайте это сделаем так, что тут надо поражать, да атаковать государство. Соц. Республика Казахстан. 14 дней подождать надо. И мы объявим войну. Но мы не только им объявляем войну, мы еще Туркестану объявим войну, так как это марионетка Казахстана. А, наоборот, Туркестан. У Туркестана это марионетка. Ну, в любом случае будем воевать с двумя этими странами. Осада осман на Ближнем Востоке. Вот это интерес. Больной человек Европы, коим является Османская империя, изо всех сил борется с египетским сутанатом и другими соседями. Египетя не жаждут заполучить Синая, рабу побережья, а персы захватить западные земли. Только персы это уже марионетка Османской империи. Поэтому это уже не соответствует действительности. Для многих ясно, что эта война может оказаться последней битвой Османской империи. Не исключено исчезновение Древней империи с карты Европы, в том случае, если будет война проиграна. Как сильно на самом деле болен больной человек Европы? Больной человек Европы может умереть. Да не, он не умрет. Он не умрет, он наоборот очень силен. Если он уже персов замочил. Ну, арабы могут восстать. Вот тут. Джибель Шамар, это марионетка Османская империя. Нет, Силин, Слаб. Ну, Йемен, марионетка. Турков, ну, Асман, Москаток, вообще фигня. С Египтом, я думаю, не справятся. То, что Эмират Киринаика, Киринейка, под Османами. Поэтому тут Египту будет очень, очень плохо. Потому что Египет один. Один против такой сильной Османской империи, ее союзников. Ну, а мы начали войну против Соц. Республики Казахстана. Ну, я думаю, тут война очень простая. Быстрая будет. Я еще агрессивный план поставил. Все, поэтому сейчас мы должны быстро порвать их. Тут я думал, пробьем так. В Караганду зайдем. Так, ты, пожалуйста, на Хишкек. А ты можешь пройти вот так, наверное. В город Вернень зайдем. Тут можно окружить вот эти три дивизии. Ну, довольно непростая война будет. Так, вот тут мы проходим на Ашмихет. А не, смотри, Киринейка предала Османскую империю. Поэтому союзник теперь Египта. Ну, тогда это меняет немножко дело. Все равно, думаю, это не сильно. А, не, я смотрю, Сирия восстала. Ну, все равно, я думаю, восстание это легко подавит османы. Мне просто хочется, чтобы Османская империя окрепла, была сильной. С ней воевать, чтобы было интересно потом. Готов выдвигаться. Вот так, ну, тут мы проходим вот так вот. Ну, довольно просто. Внимание! Тут главное, что вот так вот пройти. Тут надо вот так вот идти. Задержать этих казахов. Кружить тут, и все будет нормально. Так, в общем, взял я под Семипалатинском две казахские дивизии. То есть, получается еще вот здесь такой котелок с тревна дивизиями. Тут можно, не знаю, тут одну дивизию можно тоже окружить. Тут можно три дивики окружить тоже. Хиджаст еще присоединяется к войне против Османской империи. К Каирскому пакту. Ну, нет, смотри. Все-таки нет, решил вступить. Но Джамиль Шамар остался в верном Османской империи. Ну, тогда немножко посложнее будет турку. Потому что еще триполитания восстала против турков. Поэтому тут сложнее будет, сложнее. Османской империи. Поэтому уже тут особо не уверена. Уже чувствует, Греция там там поступила. Так, мы тут движемся на город верный. Выходим! А посмотрим. Ну, мне кажется, надо захватить. А, ну, хотя из Казахстана падет, нам надо еще вот сюда привлекать. Поэтому вот, верно! Смотря как. Что приказ? Давай сюда. Эти педитки там разберутся. Я готов! Тут быстрее заходим верно и все. Так, тут котелок может, кстати, получиться. О, подожди. Тут козырный котел может получиться. Реально козырный. Так, тут мы вьем на... Ну, куз. Тут намер. А тут давай наш хабар. Наш хабар. Надо скорее топать. Ну, кто-то котел сейчас эпичный вот здесь будет. Дивизиток. Дофига. Давай, 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 топай, топай. Так, нельзя выпускать. Давай, давай, давай. Отлично. Окружили их. О, так они еще капнули. Все, 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 все. Смотри. Еще один котелок. Да не просто по котлам все попались. Капец. Мощные котлы такие получаются, ребята. Капец. Как они так умудрились? Это уже Туркестан. Дивизии Туркестана. Но Казахстан мы смогли задавить. Так, тут мы берем город Пешкек. Дивизии на Ташкент. Ты давай на Тушанбе. Двигай. Все, просто мы вот эти джутки изничтожим. Переиграли и уничтожили, так скажем. Тут давай на Ташкент, ты на город Пешк. Ну, как-то вот такая вот война у нас получается. Мы всего 9 тысяч потеряли. Они уже, Туркестан смог потерять 129 тысяч человек. Казахстан 31 тысячу. Вообще, мы вообще мало потеряем. Так, хочешь куда? Тут давай на Бухару. А это дивизия на МЕРФ. Вот так вот. Так, все, капитуляция Казахстана и Туркестана. Отлично. Захватываем все регионы. Все, захватили их. Еще 4. 40 тысяч... Подожди, сколько? 40 тысяч 80 единиц техники. Фига. Мы захватили у них. Так, ну тут надо на пехотку поставить. Заводики. Дальше фокус мы берем искать новых союзников. Давай. Так. Тут проведем ПВОшечку. Новую вкачаем. Так, тут надо поменять. Визи. Попробуйте их подвести к... К товарищам. Дальневосточникам. Попробуйте с ними разобраться. Ну, возьмем расширенный призыв. Судьба Центральной Азии. Ну, естественно, мы реинтегрируем земли Центральной Азии. Конечно же, ребята. Что же мы еще будем с вами делать? Интегрировать только. Так, мы поставим тут наших агентов. Агентш. Сейчас модно говорить. Что они сопротивление подавляли. Поиск союзников. С основанием нашего дипломатического блока пришло время искать союзников, с которыми мы сможем сами справиться с Германией. И берем враг на востоке. Со времен русско-японской войны истинным врагом России была и всегда будет империя восходящего солнца. Очень богатые и населенные регионы Китая. Также смогут очень хорошо нам послужить. Но больше всего я из-за того, что Дальневосточную Республику присоединить. Хочу вернуть наш Дальний Восток. К сожалению, с Трансамуром мы можем только захватом разобраться. Жалко. Дальневосточная Республика родилась после предательства Колчака и поддержки японцев. Эти две силы издеваются над нами, оккупируя наши законные территории. Мы должны стереть это предательское пятно с лица земли. Отлично. Ну и давайте пригласим Сербию. Монголию я не хочу приглашать, потому что зачем не приглашать? Исана очень сильная. Во-первых, наши территории удерживает. Ну и зачем нам такой сильный союзник, который может предать? Поэтому Сербию сначала пригласим. Однажды мы воевали за Германию, Австро-Венгрию, за Сербию. Хоть ведь который нам обошелся. Сейчас, когда Россия занимает сильную позицию, Возможно, было бы уместно, если бы мы и сербское вместе исправили ошибки Велькрига. Так, отлично, сербское государство соглашается, отлично. Все, Сербия вступила. У нас появился хотя бы первый союзник. Ну, потому что этот национал-популисты, этот Драгутин, Кирзовец. Зовец, Кирзовец, Единственный или Смерц, ну, крутая страна, национал-популисты. Хорошие отношения, пускай будет наш союзник. Еще легионерскую Румынию бы себе прихапать. Ну, конечно, за Бессарабию их возьмем. Типа, говорим, а нам нахрен не нужна Бессарабия. На самом деле, мы потом просто хапнем эту Бессарабию, у Румынию все. За то, что они находятся в нашем Алинице. Так, а пока возьмем Российскую Академику Наук. Возглавляя важный альянс, мы не можем забывать, что научное сотрудничество является ключом к обеспечению лидирующих позиций в мире. Мы создадим РАН, чтобы помогать в исследовании новых технологий. Ну и берем захват Дальневосточной Республики. 14 дней. А, ну и давайте еще вот кого возьмем. Пригласим. Чего? Что-то мы никого пригласить больше не можем, но окей. Ну ладно. Захват Трансамура с восстановлением контроля над всеми спорными частями Транссибирской магистрали в оставшей России. Экономический контакт с Трансамурской Республикой восстановился, и проток российских инвестиций увеличился. Вытесняя японское экономическое влияние, экономика Трансамура, порожденной японских интервенций в армии гражданской войны из-за прибытия большого количества дешевых товаров по освобождению Транссибирской магистрали, также понесла ущерб. Слабевшие государства будет легко захватить при помощи небольшой армии. Потребовать возвращения Трансамура все русские земли должны находиться под контролем России. Регенерская Румыния запрашивает про соединение к Альянсу? Давай! Вслед за распуском Белградского пакта Румыния оказалась в изоляции. Окружая на странах, с которыми имеют в лучшем случае прохладные отношения, вскоре мы получили сообщение от их посольства в Москве. Не имея больших альтернатив, правительство Бухарестец запросило военное сотрудничество между двумя державами. В обмен на вступление Румынии в наш Альянс, должны будем отказаться от тех претензий на Бессарабию регионов с румынским большинством Галиции. Это довольно большая цена, но и преимущества немало. Румыния кажется без одного из своих главных источников нефти. Наше влияние на Балканский регион усилится. Какой будет наш ответ? Пора положить конец этому пустому раздору Бессараби, это часть России. Ладно, пускай вступает. Я же опять-таки сказал, что мы заберем потом хапку. Эти территории, проведем референдум и все. Нормально все. Будет ждем, что нам ответят дальневосточники. И в итоге нападем на них, если откажется. А нет, смотрите, Трансамур русский. Столкнувшись с угрозой военной силы России, лишенной поддержки местных капиталистов и японцев, правительство Трансамура готово рухнуть перед лицом воли народа. Теперь мы можем делать с Трансамуром все, что нам нравится. Но он был независим в течение долгого времени. Это будет сложно интегрировать в нашу страну. Может быть, нужен какой-то компромисс? Не-не, судите их лидеров и присоедините Трансамур. Вот так вот не надо будет воевать с ними. Что, естественно, круто, что не надо воевать. Все, возвращаются наши войска теперь. Вот он Кубанский Союз. Надо поставить тут заводы. Штурмовик, кстати, поставим. Под лодочкой поставим тоже. Сильно флотами все равно заниматься. Не двигаться. Все, теперь по ЖД пускай едут. Хотя, подожди, по ЖД. Давай не поедем никуда. Надо же с Монголией тогда сразу разбираться. В чем проблема-то. Будет. Так, ну здесь давай мы тебя подведем. Вот так поставим. Просто поставим вот так вот армию. Будет разбираться сейчас с Монголией. Так как она очень нам нужна. Очень необходима. Тут еще авиацию поставим. Ой, сколько у нас состребителей. Нормально так, по-бродировщиков. Многовато уже. Ну, морской не нужен здесь. Никакого моря тут нет. Так, тут, подожди, может быть. А, на пофигу. Синьзианинтересно. А, он независим. Все, в принципе, на пофигу. Сейчас разобраться с Монголией. Потому что потом у Лунгерна будут крутые бонусы. Поэтому потом будет сложнее с ними воевать. Лучше уничтожить сразу. Так, берем монгольский вопрос. Монголы не только оккупируют Туву, нашу законную землю, но и стоят на нашем пути в Китай. Мы должны что-то с ними сделать. Так, предлагаю расширить Транссиб. Значение Транссибирской магистрали для нашей экономики и военного дела невозможно переоценить. Поскольку инфраструктура ограничена ростом, мы должны расширять ее, строя новые железные дороги и узлы с использованием новых технологий. Конечно же, берем. Наша страна будет продолжать улучшать нашу инфраструктуру. Будет убран национальный дух, плохая инфраструктура. Что очень важно. Потому что организация дивизии минус 10. Потеря от источения плюс 10. Да и скорость строительства. Инфраструктура очень плохая. Несмотря на то, что наша страна является федерацией, Тибир все еще не индустриализирована. Инфраструктура довольно бедна. Атаковать государство Великой Монгольской империи 20 часов 14 дней. Так, все, мы им объявляем войну 9 мая 1939 года. Добавно так прожмем тут всякие атаки. Ну и поехали. Ну я думаю, это тоже будет несложная война. Поэтому давайте эту войну в этой серии завершим. Не хочу откладывать на следующую. Да и все. Но тут просто пока все зеленое. Даже не вижу смысл. Тут что-то руками делать и вам показывать. Ну может карту какие-нибудь сделаю. Но пока тут тоже не имеет смысла их делать. Сейчас возьмем угру. Урга точнее. Так не все проходим. Постой быстро проходится. Так точно. Пока вроде нормально. Вступление происходит. Буду показывать только важные события этой войны. Так, взяли ургу и немножко покатлили. Дивизия, но я бы не сказал, что прям мощно. Получилось это сделать. У меня особо получилось это сделать. Ну уже, смотрим, мы 18 тысяч потеряли. Они 78 тысяч уже готовы на 47 процентов капитуляции. Что-то тут артапа прокачалась. Ну тут я даже не знаю. Ну давай, не знаю, что тут лучше даже взять. Так вот, ну наверное вот это взаимодействие. Ну что мы тут еще поставим. Дополнительное оснащение я увеличу. Дивизии делать более плотными и сильнее. Ну пропаганду давай военную против монгольской империи. Приходим. Проводить. Так, не-не. Шанхай не двигается. Мне ничего посылать ему. Внимание! Так точно! Тут просто вот так вот мы тут давим. Можно просто котел тут попробовать организовать. Внимание! Выходим! Вот так вот. На кофт взять. Что приказано? Пулистай. Попробуйте. Идем! Ну отчасти вот сюда дивизию. Внимание! Все вот так вот давим их с разных сторон. Я еще наверное возьму вот так вот. Опять дивизию. Вот так вот сделаем. С разных сторон. Атаковали. Нормально, чтобы все было. Я готов. Так вот делаем. Пытаемся протружить. Берем сейчас, возьмем Олистай. Ну и прочие города. Минусинск. Хотя у них столица Минусинск даже. Ну возьмем Минусинск рано или поздно. Выходим! Ну вот. Так, получился котел. Довольно большой, мощный, вкусный котелок. Сейчас мы его сварим. Нормально получается здесь. Довольно-таки неплохо. Так, здесь мы попробуем ТОП пытаемся идти. Тут тоже проходим, поэтому нормально. Тут надо вот этот взять город с сложным названием. Так, тут наверное, вот так вот пройдемся. Окружим вот эту технику с дивизией. Вот эти вот несколько штук. Чтоб нам было проще воевать. Так. Давай, 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 давай. Отдаваем отсюда там. Подпить, проедь. Уничтожить этих. Блин, что делать? А, это одна дивка. Так точно. Одна дивизия. Кстати, танк пробил вот эти две дивки. Довольно-таки неплохо. Так, мы расширили. Транссип еще у нас в концессии. Мы теперь будем участвовать в голосовании. Разные гарантируем независимость. Им. Теперь, ну и давайте инициативу командира еще возьмем. Так, ну вот тут вот мощный котел. Прокрываем. Смотрим. 44 тысячи мы потеряли. Мне уже 179. Плюс еще тут всякие. Пошли, пошли. Тут наступление проводим. Слушаю. Выходим. Так, тут вот этот дивизий. Проблема. Попытаемся. Тут, конечно, было бы круто вот сюда пройти. Но вряд ли это нам будут сделать. Все, даже столицу не пришлось брать. Последнюю их. Ну, довольно успешная война. В такой сложной местности мы не так много людей потеряли. Ну и, конечно же, будем пока захватывать все регионы, решать судьбу этих территорий. Так, судьба Монголии. Что мы будем делать? Мы создадим... Так, интеграция Монголии. Давайте интеграцию проведем. Это точно. Ну, вот Китай, я на... Вот этот вот клик ума можно освободить будет. Что нам нахрен нам не нужна 300 лет? Так, 24 дивки, кстати, подъехали. Ну, генерал сейчас поставим Манштейна, давай. Ну и все уже подводим в Кавказ, вот он к Кубанскому Союзу. Что же, скоро начнется война, второй вельк. Да, вот смотришь, что они изучают, уже требует экзаслоторингию, поэтому все. А тут, кстати, Республика Италия. Вот это я впервые вижу, что Италия из папского государства в Республику Италию. Итальянский блок хочет создать. Дождик, где он тут? Да, он хочет свой даже альянс сделать. Итальянский блок интересный, интересно решение итальянцев не участвовать в войне. Вот, по крайней мере, в блоках никаких быть. Так, с Китаем, это что будет? Будет решение какое-нибудь. По Китая. Классно, продолжение оккупации. Самое лучшее решение, которое может быть. Так, подожди, кому тут можно передать? Купик Китая, я даже не знаю, кому это кусочек. Передать. Пускай тебе бед, не знаю, вот тебе будет. Неплохая вот граница будет. Все, вот это все установлено будем интегрировать. Неплохо. Ну, на этом тогда, я думаю, можно завершить. У нас же 5 миллионов людских ресурсов. А всего, получается, 99 миллионов человек. Это вообще капец. Классно просто. Такая территория. Ну и что мы сделали за эту серию? Давайте подведем итоги. Во-первых, мы Центральную Азию полностью себе аннексировали. Мирно, мирно присоединили Дальневосточную Советскую Социалистическую Республику. Это самое забавное, что социалисты нам отдали власть. Ну и еще победили могущественную Монгольскую Империю. Вот это самое классное за эту серию, что получилось. Да, вот, посмотрите, уже Каир и Османа берут. Совет взяли, Бенисуев. К Каирскому пакту все равно конец. Гранат просто придет. И смогли с твоим восстанием что-либо сделать, противостоять Османской Империи. Ну и вот еще что мы сделали. Расширили свой блок. Уже Сербия и Румыния находятся в нашем альянсе. Что очень даже престижно. Но на этом серию, я думаю, надо завершить. И так она очень получилась насыщенной. Думаю, даже и большой. Да, 36 минут. Ну, в принципе, все как обычное время наших серий. Ничего нового. Ну, а тогда я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Проверяйте колокольчик и подписку. И колокольчик нужен для того, чтобы уведомления YouTube вам присылал. И вы знали, когда выходит видео, либо стрим. Ну, на этом все. Всем удачи и пока.